Здравствуйте, дорогие ребята! Я Мариам Шарападион, психолог Дома Знаний. Сегодня мы с вами завершаем изучать навыки. Седьмой навык звучит «Затачивай пилу», и это время для себя. «Затачивай пилу» – название пришло из рассказа, в котором человек шел по лесу и увидел другого, который пилил дерево, и пила у него была незаточенная. И он подошел к нему и сказал, а почему ты не заточишь пилу? Он сказал, что ты что не видишь, у меня нет времени. И со стороны было очевидно, что если бы он потратил 15 минут для того, чтобы заточить пилу, он бы сделал свою работу намного быстрее. И нам это о том, что если бы мы будем вовремя отдыхать и сохранять баланс в нашей жизни, то мы будем успешнее в этом мире. Седьмой навык – позволить тебе лучше справляться с жизнью, быть в форме и быть отдохнувшим. Если мы будем уделять внимание каждой сфере, а именно телу, разуму, сердцу и душе, то наша жизнь будет более сбалансирована, и в сердце будет больше удовлетворения, радости, и успехи в нашей жизни будут намного выше. Тело – это физическое тело, чтобы было в порядке, разум – это умственное развитие, сердце – это наши отношения, и душа – это каждый вкладывает в это свое что-то. Это наши ценности, это размышления наши, это медитация наши, молитва. Если каждой сфере уделять внимание, то это как колесо, которое будет катиться легко, если оно не будет прогибаться, если ни одна сфера не будет прогибаться. Забота о теле состоит из важных моментов, и самое важное из них – это здоровый сон, вовремя отдыхать, хорошее питание и физические упражнения. В еде нужно прислушиваться к себе и замечать, что подходит именно тебе, а что вызывает у тебя какие-то осложнения, тебе тяжело заснуть или утром встаешь с тяжестью. И прислушивание к себе позволит тебе также соблюдать баланс, понимать, сколько для тебя достаточно, не переедать, а потом не садиться на диеты. Физические упражнения тоже очень важно найти, те, которые тебя вдохновляют. Кому-то нравится командная работа, кому-то в одиночку, кто-то любит заниматься на свежем воздухе, а кто-то дома. Самое главное – ориентироваться на себя и на свое хорошее самочувствие, а не на внешние стандарты, которые диктуются кем-то извне. Вкладом в тело будет также свобода от зависимости. Как бы иногда нам казалось, что зависимости нет, на самом деле нужно понимать, кто сейчас управляет, я или моя зависимость. И если сознательно к этому отнестись и понять, что это очень важно для меня, для моей жизни, то появится эта сила воли, которая поможет вам с этим справиться. Забота об уме. Образованный человек может концентрироваться, может синтезировать или придумывать новые идеи и собирать их между собой, может анализировать информацию, может исследовать, и у него развито воображение. А для этого человек должен постоянно учиться, тренировать свой ум. Это точно так же, как качать свои мышцы. Если мы не качаем свои мышцы, то вряд ли мы сможем быть выносливыми. Как ты можешь тренировать свой ум? Читать. Читать и художественную литературу, и литературу по тому направлению, которое тебе интересно, или ты выбрал в качестве основного в своей жизни. Быть наблюдателем. Наблюдение вам позволит ту теорию, которую вы получаете в школе и из других источников, сопоставлять с жизнью и делать из этого выводы. Найди интересные курсы, особенно лето впереди, ты можешь найти что-то, чем тебе некогда было раньше заниматься и развить какие-то свои качества. Программирование, рисование, гимнастика, что-то другое еще. Играй в интеллектуальные игры. Ты можешь в следующий раз, когда встречаешься или в интернете с друзьями, предложить поиграть в игры, которые будут полезны каждому и будут развивать ваши умственные способности. К каждому человеку с самого детства приходят на ум разные вопросы, но потом почему-то мы забываем про них или перестаем уделять им внимание. Если ты начнешь записывать свои вопросы, а потом будешь использовать любую возможность для того, чтобы уточнить, когда к вам в гости пришел интересный человек или мама с папой или с друзьями, то эти дебаты позволят тебе развивать свой ум и развивать навыки общения. Найди свою нишу, найди именно то, что интересно тебе и делает тебя уникальным. Школа не должна мешать твоему образованию. Если тебе кажется, что школа не дает мне времени, я занимаюсь неинтересными делами, но если ты вместо того, чтобы тратить все время на вот эти возмущения или нежелания, просто сделаешь в первую очередь то, что нужно сделать в школе, у тебя освободится куча времени для того, чтобы заниматься тем, что тебе интересно. Нужно понимать, что образование продолжается всю жизнь, и в жизни успешны те люди, которые умеют обучаться. Профессии очень быстро меняются, направления меняются, но те люди, которые умеют обучаться, у них высокая зарплата, и они успешны в жизни. Чтобы получить хорошую работу завтра, ты должен понимать, что сегодня нужно делать уроки. При этом ты развиваешь свои навыки, силу воли, умение преодолевать себя, умственные способности и так далее. Для того, чтобы была энергия на творческую энергию, и также для того, чтобы была энергия, чтобы следовать этим навыкам, нужно эту энергию где-то взять. Где ты тратишь ее больше всего? Например, ты можешь сократить экранное время. Экранное время оттупляет человеческий мозг, и у человека создается впечатление, что он получает удовольствие, хотя на самом деле он просто тратит кучу времени. И если ты ограничишь свое время, сам себе определишь, сколько минут в день ты на это уделяешь, то ты будешь удивлен, сколько времени у тебя освободится. Ты должен захотеть учиться. Ты учишься не потому, что так надо. Родители сказали, но если ты внутри себя решишь, я буду учиться, и я хочу, и это мой выбор, потому что я взрослая, потому что я хочу быть успешным, потому что я хочу отвечать за свою жизнь, то сам процесс обучения будет тебе приносить много удовольствия. Следующий пункт – это забота о сердце. Забота о сердце – это вклад в личный эмоциональный банковский счет и вклад на эмоциональный банковский счет отношений. Этому было уделено время на предыдущих вебинарах, ты можешь вспомнить про это. Мы здесь вкратце вспомним. Вклад на личный эмоциональный банковский счет помогает сдерживать обещания, данные самому себе, творить небольшие добрые дела, быть нисходительным к себе. Если что-то не получилось, нужно сделать из этого выводы и идти дальше. Быть честным, стараться, когда задают вопросы, отвечать честно. Обновлять себя и развивать свои таланты. Вклад на эмоциональный банковский счет с другими людьми. Напомню, что с каждым человеком у нас свой банковский счет. Сдерживать обещания, данные другому, творить небольшие добрые дела для него, проявлять лояльность, то есть не слишком осуждать его и стараться его понять. Просить прощения, устанавливать ясные ожидания. Мать Терезы, известная во всем мире, которая помогала бедным детям, бедным бездомным детям в Индии, сказала, пусть каждый, кто придет к тебе, уйдет лучшим и более счастливым. Стань живым выражением доброты Бога. Доброта в твоем лице, доброта в глазах, доброта в улыбке. Еще один случай вспомнился мать Тереза, как-то в Индии к ней приехала девушка-волонтер с Европы. И когда она увидела, что после того, как накормили большое количество детей, мать Тереза моет кастрюли, она сказала, неужели никто вам не помогает, некому вам помочь мыть кастрюли, вы что моете сама? Мать Тереза сказала, ты не понимаешь, служение людям – это не обязанность, это привилегия. Это человек, который нашел свою миссию в жизни и следовал ей. Если вам интересно, вы можете посмотреть художественный фильм, который так и называется «Мать Тереза». Иногда в нашей жизни наступает черная полоса, когда нам очень грустно, нам кажется, что нет цели в жизни, мы не знаем, как поступить, или какая-то сложная ситуация, в которой мы не видим выхода. Но в этот момент очень важно помнить, что ночь перед рассветом самая темная. Это значит, что раз нам дали такую задачу в этой жизни, то значит, есть для нее решение. Халил Джибран, известный писатель и философ, сказал, ваша радость – это ваша печаль без маски. Тот источник, из которого доносится ваш смех, часто бывал полон вашими слезами. Чем глубже печаль проникает в ваше естество, тем большую радость вы можете вместить. И очень важно эту темную полосу просто переждать. В такие моменты очень помогает умение смеяться. Смеяться над собой и над теми же ситуациями, которые в жизни возникают. Смех запускает механизмы мышления и помогает творчески мыслить. Смех помогает справиться с жизненными невзгодами. Снижает уровень стресса и помогает расслабиться. Связывает нас с другими и устраняет ощущения отчужденности. Повышает уровень эндорфинов. Эндорфины вырабатываются в мозгу естественных болеутоляющих веществ. И способствуют здоровью. Следующее направление – это забота о душе. Подумай, что трогает твою душу. Книга какая-то, фильм, музыка, природа. Может быть, что-то другое. Очень важно, чтобы быть в согласии со своей душой, понимать, какие очень важные глубинные ценности и убеждения для тебя. Что важно для тебя в друге, в фильме, в отношениях, среди друзей. Писательница Эрл Бак сказала, глубоко внутри меня есть место, где я нахожусь наедине с собой, где обновляю те источники, которые никогда не иссягнут. Если вы будете жить, сопоставляя себя с своей душой, то вы будете понимать, куда вы движетесь, зачем вы это делаете, соответствует ли это вашим ценностям. Как вы можете питать душу? Подростки дали следующий ответ. Медитация, служение другим, ведение дневника или ведение дневника благодарности. Дневник благодарности – это такой очень классный инструмент, особенно когда в какие-то сложные времена, если вы каждый день будете записывать даже 10 благодарностей, можно и 20, за что вы благодарны сегодня другим людям, одна треть ваших благодарностей, одна треть себе и одна треть – это Богу или Всевышнему, или Вселенной, кто как относится. И вот эта привычка быть благодарными будет менять ваши отношения к жизни. Прогулки, чтение книг, которые вас вдохновляют, игра на музыкальных инструментах, рисование, молитва, создание стихов и музыки, а также может быть рассказов, сказок, глубокие размышления, слушание хорошей музыки, размышления о своих целях и предназначении, общение с друзьями, с которыми можно быть самим собой. Есть такой термин, как духовная диета. Мы являемся тем, что мы едим, слушаем, говорим, читаем и видим. И иногда вокруг нас так много информации, так много людей, что нам нужна диета. То есть это время и место, когда мы можем остаться наедине с собой и отдохнуть, перезагрузиться. И нужно понимать, что все зависимости, они дают кратковременное удовольствие. И нам кажется, что это смысл жизни в тот момент. Они временно снимают боль и дают ложное чувство собственной ценности, силы, уверенности, безопасности и близости. И усугубляют те проблемы и чувства, от которых мы хотим убежать в эти зависимости. И это порочный круг такой, из которого нужно выбираться. И если ты понимаешь, что у тебя есть такое, то важно обратиться и найти эту помощь, если ты сам не справляешься. А теперь маленькие шаги. Для тела утром завтракай. Ешь при этом полезную пищу. Может быть, больше овощей, фруктов. Начни делать программы физических упражнений. Честно выполняй ее в течение 30 дней. Это не значит, что нужно через 30 дней прекратить. Но за 30 дней у тебя может выработаться привычка. И может быть, твое тело будет самоупросить у тебя зарядки. Выбери то, что тебе по-настоящему нравится. А на неделю избавься от какой-нибудь вредной привычки. Обрати внимание, как будешь себя чувствовать через неделю. И сделай из этого вывода. Для ума. Подпишись на какой-нибудь познавательный курс. Каждый день читай книгу. Определи, сколько минут в день ты можешь этому уделять. Для сердца. Проводи время с кем-нибудь из членов своей семьи. Например, с мамой или братом. Поиграйте в игру, обсудите книгу или фильм. Можете вместе посмотреть фильм. Начни создавать свою коллекцию юмора. Смешные рассказы, карикатуры, анекдоты, притчи. Когда тебе будет сложно. Или, может быть, фотографии какие-то интересные и веселые. Когда тебе будет сложно, ты можешь листать или смотреть на все это. Или читать. И в эти моменты это тебе поможет. Начни вести дневник. Дневник благодарности или просто дневник. Когда мы излагаем свои мысли, мы становимся ближе к самим себе. И начинаем понимать, что для нас важно. Также ты можешь вести дневник цели. Каждый день записывать 10 вещей, которые для тебя важны. И ты можешь вести дневник цели, например, 21 день. Каждый день ты будешь понимать, какие цели не твои, а какие для тебя важны. Ты можешь записывать одни и те же цели, можешь записывать новые. Не думай об этом. Но через 21 день в этом списке останутся самые важные твои цели. Для души. Понаблюдай сегодня за тем, как садится солнце. Или встань рано, чтобы полюбоваться восходом. Каждый день находи время для размышления о своей жизни. Делай то, что тебе помогает. Успехов тебе на этом пути. И наш курс подошел к концу. Я желаю тебе, чтобы ты смог реализовать это в своей жизни. И так как курс он шел очень быстро, я тебе советую завести тетрадь, записать себе важные моменты. И не расстраиваться, если у тебя не все получается. Выбери какие-то 2-3 важных пункта, которые ты ставишь на первое место. И когда ты почувствуешь, что они уже часть твоей жизни, ты можешь добавить еще 2-3 пункта. Смотри, куда вступаешь. Вступай осторожно. И помни, что жизнь – великое упражнение в равновесии. Достигнешь ли ты успеха? Да, конечно, достигнешь. Даю тебе 98,75% гарантии. Детка, ты сможешь сдвинуть горы. Это написал доктор Сьюз в книге «Места, куда ты отправишься». Я тебе желаю успехов и отличных каникул. До свидания. Продолжение следует...